Электрический фургон ID.Bus в ретро-стиле готовится к запуску в 2022 году, и мы получили первый взгляд на его серийный дизайн благодаря минимально закамуфлированному прототипу. ID.Bus один из первых коммерческих автомобилей, использующих модульную архитектуру M и B от Volkswagen. Сейчас Volkswagen уже предлагает по меньшей мере 7 моделей на этой всеобъемлющей архитектуре, начиная от хорошо известных хэтчбеков ID.3 и кроссовера ID.4. Остальной список составляют ID.6, Skoda Inyacht, Cupra Born и Audi Q4 в двух вариантах кузова. Volkswagen знает, что большую прибыль можно получить, если M и B будет применяться к сегменту легких коммерческих автомобилей. Это подводит нас к ID.Bus, электрическому микроавтобусу, который был представлен 4 года назад на североамериканском автосалоне 2017 года. Этот автомобиль также получит вариант микробус для перевозки пассажиров, который станет заменой 11-летнему Touran MPV и электрической альтернативой новому Multivan. Прототип, представленный здесь, не имеет некоторых более явных элементов дизайна концепта, навеянных наследием с стальными колесами и полностью белой схемой окраски. Но ожидается, что пассажирские версии будут доступны с двухцветной окраской и элементами дизайна, напоминающими старый микробус Type-1. Дизайнер Volkswagen Франк Вельш в прошлом году сказал, что MPV не закончились, хотя спрос на них немного падает. Сейчас им нужен лучший дизайн. Вот почему ID.Bus, довольно эмоционарен в дизайне. Некоторые из наиболее необычных элементов дизайна концепта, судя по всему, были смягчены. Например, светодиодные фары в форме полумесяца превратились в более традиционные кластеры, а оконная линия стала менее драматично изогнутой. Но общий силуэт остается знакомым и существенно отличается от обычного Multivan. ID.Bus будет предлагать тот же набор батарей и конфигурации трансмиссии, что и родственный внедорожник ID.4, мощностью от 148 до 201 л.с, с потенциалом для более спортивного 295-сильного варианта с полным приводом. Примечательно, что ID.Bus сыграет решающую роль в выводе на рынок технологии автономного вождения Volkswagen, поставляемой компанией Argo AI. С момента запуска он будет оснащен набором автономных функций третьего уровня, но вскоре Volkswagen планирует внедрить возможности четвертого уровня. Дочерняя компания Volkswagen Group Moya уже подтвердила, что станет первой компанией, которая будет использовать самодвижущийся ID.Bus в рамках своей услуги по организации поездок на автомобиле в 2025 году.